Всем привет! Меня зовут Ксения Суханова и вы на канале про походы. Я обещала рассказать вам о том, как пройдет тестирование в походе нашего штатива, который мы с мужем смастерили перед походом. Рассказываю! Сначала вкратце расскажу суть дела. Мне нужен был штатив в походе, достаточно легкий. Вообще, чем легче, тем лучше, но со штативной площадкой. То есть должна была быть вот такая головка со штативной площадкой. Такие штативы легкие, не делают. Головка, понятно, тяжелая. А вот эта тренога, ее не делают достаточно легкой. Эта тренога очень легкая, но она от очень дешевого, хлипкого штатива, у которого здесь была не головка, а прям встроенная такая блямба, и тут прикручивалась без штативной площадки. В общем, это все ужасно. Это все не будешь делать. В чем была суть? Нам нужно было сделать, чтобы на такую хлипкую конструкцию с ножками, кстати, они выдвигаются, тут все нормально, можно было приделать штативную головку с нормальной штативной площадкой. Естественно, все очень сильно сомневались по поводу того, что штатив должен быть тяжелый и бла-бла-бла. Что я могу на это сказать? Прежде чем слушать тех, кто так говорит, вам нужно подумать, для чего вам это нужно, для чего вам этот штатив. Я в поход могу взять либо легкий штатив, либо никакой. Никакой. Либо легкий. В итоге на этот штатив я снимала и звезды в обычном режиме на 25 секунд, и я снимала звездные треки с вытяжкой полтора часа. И все прекрасно. Что я сделала? Когда я снимала звездные треки, я просто хорошенько укрепила штатив камнями. То есть я вот сюда наложила камушки, туда же видно коцки от этих камней. И он стоял так крепко, что там вот просто ни один ветер его не сдует. Когда я фотографировала звезды на 25 секунд, там вообще все было нормально. Там просто можно вот вцепиться в штатив и держать его руками. Если вы снимаете ночью при сильном ветре звезды на длинные выдержки, нужен тяжелый штатив. Но как-то не очень хочется при сильном ветре ночью снимать звезды. Я лучше выберу другую ночь. В общем, как итог, очень тяжелый штатив. Поход взять вообще в принципе невозможно, но это все не унесешь. Если есть вокруг камня, то его всегда можно укрепить. Снимать воду вообще можно без всякого укрепления. Да и звезды на 25 секунд тоже. Я уже не говорю о том, что очень качественно получается снимать видео с этим штативом. При том, что самое главное, вес его у нас получился 670 грамм. Это очень хороший вес, учитывая, что предыдущий штатив, от которого была вот эта штативная площадка, весил полтора килограмма. Полтора килограмма это уже прям очень тяжело. Я его сносила в один поход, больше не хочу. В общем, я-то не сомневалась. Меня просили, просили мои подписчики рассказать, как все пройдет. Я нисколько не сомневалась в результате, потому что прекрасно понимаю, что мне нужно и для чего, и как добиться того, что мне нужно. Поэтому слушайте то, что говорят, но делайте себя поправку на то, что именно нужно вам. В каких условиях вы будете снимать, что снимать, какие у вас будут подручные средства. Тут самое главное, ну как бы многие говорят, что можно снимать сейчас камней. Я так тоже пробовала, я пробовала всякое за последние годы. Что тут именно важно? С камней снимать не очень удобно, потому что именно вот эта вот регулировка, ну вот с помощью головки, угла наклона, это самое такое важное. И вот это быстро все сделать, это очень круто. А вот эта конструкция чем еще важна? Есть штативы, да, кстати, тоже мне говорили. Есть штативы на таких мягких ножках, таких, как это называется? Ну, как паучки такие, да, типа их куда-то закреплять там на камни или на какие-то деревья, не знаю. Они очень низкие. Мне нужно, чтобы фотоаппарат был поднят, ну, над уровнем травы, так, ну, вот примерно вот так вот, да, от земли. Вот, то есть эти-эти штативы не подходят. Хотя они, конечно, легче, но абсолютно бесполезны. Такой вариант, я просто вот вообще в восторге. Жаль, что я на Алтае в предыдущий поход носила полтора килограмма. Жалко, что я не прижала к стенке мужа и не заставила его в мае сделать это конструктив. В общем, всем удачных походов. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!